И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас очередной игровой видеоролик Если вам нравится данная рубрика, если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте прямо сейчас прожимать лайк данному видеоролику Если смотрите впервые, попалось в рекомендациях, не подписывайся на канал, если подпишетесь, мне будет также очень приятно Ну и конечно же, как только на данном видеоролике набирается 150 лайков, сразу же выходит следующий интересный игровой видеоролик Сегодня у нас будет довольно таки интересное вооружение, да я знаю, что вы очень любите говорить мне, что у вас харек уже надоел Но сегодня то вооружение, которое я бы хотел протестировать, непосредственно связано с харьком И лучшие корпуса для данного интересного сочетания я просто найти не могу Если мы рассматриваем вооружение как имбо-вооружение, как имбо-устройство, то лучше харька корпуса, как вы знаете, у нас в игре нету Сегодня мы поиграем на хорнатом молоте, на молоте с устройством объем увеличенной емкости Это устройство, которое дает нам в одной обойме 5 выстрелов молота Но зато у него не такая хорошая кучность выстрела, соответственно с ним намного лучше играть на ближней дистанции Сегодня поиграем 2-3 бойка Расскажу особенные свойства данного устройства Ну и перед данным видеороликом я уже одну каточку раскатил Чтобы, ну, вообще посмотреть, как оно себя ведет, насколько долгая у нее перезарядка Ну и чтобы для меня это не было каким-то удивлением Поэтому сразу говорю, что каточку одну я уже перед данным видосом скатал Конечно же, я, исходя из этой одной катки, могу сразу же сказать, что на больших картах, на больших дистанциях с данным устройством и с данной пушкой играть довольно-таки тяжело Поэтому лучше всего использовать небольшие карты, режимы захвата флага, контроля точек, да, все как всегда, все по дефолтику Ну и, конечно же, если вы хотите получать максимальную эффективность в бою на данном вооружении То, скорее всего, лучше всего вам кататься на вражеские респы И, соответственно, на ближней дистанции наносить урон противнику таким образом, дабы у вас вылетал максимальный залп Максимальное количество дробей попадало в корпус противника Соответственно, максимальное количество урона вы наносили по любому танку Ну и, конечно же, что касаемо перезарядки Я, честно говоря, даже удивился с того, что перезарядка с данным устройством после последнего обновления вообще небольшая по сути Я не знаю, что там произошло, я давным-давно не играл на данном устройстве, потому что считал его неконкурентоспособным по сравнению с другими устройствами на данной интересной пушке Но сейчас, на данный период времени, я с уверенностью на 100% вам могу сказать То, что данное устройство имеет смысл быть и на маленьких картах, где не такое большое расстояние С ним спокойнейшим образом можно играть, можно его эффективно использовать Ну и при этом иметь в своей обойме не 3 выстрела, а 5 Ну и если вы там контролите вражеский респ, у вас в этом плане все получается То намного больше демаджа вы сможете внести по своему оппоненту Ну и при этом раскладе как бы перезарядка не является столь долгой, чтобы я сказал, что Блин, жесть, столько ждать надо и там даже на респене, например, нельзя выжить Выжить можно, при том довольно-таки несложно Поэтому вот, например, после того, как я убиваю один танк, сразу же переключаюсь на второй танк И пытаюсь его, ну, к сожалению, не добил, потому что он начал откатываться назад Там уже на расстоянии, как я уже сказал, урон все-таки становится меньше Но так, в общем и целом, конечно, за счет этих 5 выстрелов моментами бывают очень сочные тайминги И можно за счет этого спокойнейшим образом дополнительные фраги себе добывать Ну и главное, конечно, наверное, не подстраиваться от каких-то хантеров Когда вы прожимаете овердрайв, как у меня было это, например, в предыдущем эпизоде, когда я прожал овердрайв И, ну, не совсем грамотно сумел все-таки реализовать свой овердр Поэтому давайте будем стараться более грамотно все дело реализовывать Ну и, соответственно, конечно же, как можно больше поддавливать вражеский рез Пока что меня вражеские харьки контрят Один слил, второй слил И нужно как-то раскачивать данную карту И стараться уже накидывать как можно больше урона по своему оппоненту 1700 вылетает, если честно, печальненько, маловатенько Плюс еще овердрайв хантера прожимает, дабы я не смог реализовать свой овердрайв Все по дефолту, все по стандарту И, как всегда, противник пытается сделать так, чтобы я не совсем себя комфортно, наверное, чувствовал в бою Но я думаю, что это не является такой прям уж огромнейшей проблемой И постараемся Ну, еще один овердрайв тоже неплохо, в принципе, пойдет Будем стараться сейчас вытягивать Безусловно, мы играем на победку Играем на первое место Я надеюсь, что все должно здесь получаться Не особо такая уж потная должна быть, по идее, каточка Хоть и даже противник тут старается, пытается тут нас нагибать Но должно, по идее, как я считаю, все у нас здесь получаться Давайте пытаться накидывать урон Ну и дополнительно уничтожать здесь противника Максимальный урон, как я понимаю, вылетает 2100, где-то около этого Но чаще всего там вылетает урон где-то около полторушечки Потому что расстояние уже с противником, когда у вас где-то, ну такое, 3-4 танка Урон потихонечку начинает падать Короче говоря, можно сказать, что это тот самый молот, который у нас был после обновления самого первого данной пушки То есть, кто помнит, я не скажу точные даты Ну вот, то есть, у нас был сначала изначальный молот, да, который вышел у нас в танках И потом, после него, первое обновление произошло, когда занерфили ему дальность Вот именно такой сейчас данный молот по дальности и по кучности своей стрельбы С данным интересным устройством Сказать, что он максимально печальный, я не могу Но и сказать, что максимально комфортный, также не могу Просто с ним нужно уже подстраиваться больше И реализовывать его как-то более аккуратно, более грамотно Чтобы он был полезен, чтобы вы с ним могли наносить как можно больше урона Просто надо и раскачки использовать И ближе к противнику подъезжать Чтобы дэмэдж проходил почти максимально, либо максимально Но реализовывать все это дело, конечно же, можно Катку начинаю выигрывать, очень хорошо Все начинает двигаться в нашу пользу Сейчас бы еще бы Это у вас пока ваншотнуть, отлично, ваншот есть Здорово сразу же Ну и тут, я бы, наверное, прожал бы овердрайв Если бы у меня была бы аптечка Но так как аптечки у меня не было Овердрайв никакого смысла прожимать здесь явно нет Ну и сейчас давайте постараемся, попробуем Как-то, 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 как-то покидать урон В надежде то, что сейчас опять же Хантер никакой меня не начнет стопать Ну вот сейчас даже со средней дистанции В принципе по 1700 урона пролетает Я считаю, что это довольно-таки достойно Достойно Я не бы сказал, что это маленький урон А если я, например, стеночки Нет, стеночки вообще никак Сплэш урон Вернее, рикошет урон не проходит вообще никак Ну ладно, ничего страшного Будем продолжать, будем продолжать стараться Искать альтернативные решения игры с данным устройством Но пока все складывается довольно-таки приятненько Да, не совсем у меня хорошо получилось Проконтролировать вражеский респаун Но, в общем, и целом Я считаю, что реализация данного устройства Проходит вообще на ура И в данной катке точно Все очень хорошо складывается Даже сейчас я поеду лучше на вражеский респ Немножко покошмарю противника Нежели пойду захватывать последнюю точку Как раз противнику нужно захватывать точки Мне этого делать особо, наверное, здесь не надо Лучше я попытаюсь Немножечко понаносить урона Плюс у меня овердрайв есть Аптички, к сожалению, нету Ну, два выстрела Три выстрела Четыре выстрела Перезарядка очень хорошая У меня вообще, в принципе В этом плане я даже удивился Если честно Я думал, что с пятью выстрелами Перезарядка намного дольше Как мне даже кажется Раньше перезарядка с этим устройством была подольше Сейчас что-то поменяли Что-то пофиксили Что-то стало лучше И, соответственно, возможно Даже какие-то корректировки вводились в данное устройство Скрытые, да То есть я не смотрел на них Но как-то вот так вот произошло Что Как по мне Если даже, наверное, в закрытом бою там сравнить Разница будет не такая уж и большая Я имею ввиду именно перезарядки Пяти выстрелов И трех выстрелов Но что касаемо разницы То вы сами понимаете Что разница довольно-таки существенная Между тремя выстрелами И между пятью выстрелами Если вы, например, контролируете вражеские респы Согласитесь со мной Так, карта у нас выпадает Очень хорошая К сожалению, сейчас не успеваю в тайме Прожать аптечку Но платошка Это, наверное, лучшее Что могло бы быть сейчас На данный период времени Что и полигончик Да, две такие хорошие Маленькие, удобненькие карты При том раскладе То, что еще и резистов особо От данной пушки Нету в матчмейкинге Одно удовольствие Просто играть на этом молоте Ну и зачастую, конечно Стоит все же отдавать предпочтение Вражескому респу И тогда уже пытаться наносить Как можно больше дэмэджа Пока что я до вражеского респа не доехал К сожалению Но я надеюсь, что сейчас По ходу времени Мы до него обязательно доберемся И там уже попытаемся Понаносить как можно больше урона Сейчас я вот смотрю, что У нас здесь уже Противники пытаются выходить вперед В какой-то такой Минимальный отрывчик Но я думаю, что это в принципе не беда И сейчас мы начнем просто Раздавать этот Шоколадный здоровенный урон И будет в этом плане Все очень даже неплохо Давайте 1700 выдаю Даже с такого расстояния Вы видите, 1700 вылетает Это не максимальный, конечно, урон Но все же все равно Довольно много полетело Одного, второго И может кто-нибудь еще О, был молодой человек И мне, к сожалению Немножечко тайминг пропукал И так получилось, что Не нанес по нему Должного количества урона Ну вот сейчас Еще немножко пожиги накидал Довольно-таки неплохо 1700, ой, 1700, говорю 175 очков уже есть Довольно неплохо Овердрайв уже почти 80% Это значит, что совсем скоро Мы будем опять же пытаться Разваливать ближе к риску Ну и желательно, конечно Когда у вас есть овердрайв И самим ехать ближе к риску И искать как можно больше противников Все же там Дэмэдж вылетает Довольно-таки жесткий И по любому танку Там, будь там защитник Будь там броня Будь там Что хочешь, да Резист Все равно С максимальным этим уроном Довольно неплохо Вылетает По оппоненту К сожалению Сейчас у меня Уже нет ни ДДшки Ни замечательной ДДшечки И поэтому Но не так приятно Аптека ДД В каких-то моментах Решает очень многое При прожатии овердрайва Но когда ее нету Я вот сейчас только Одного не могу понять Зачем противник контролирует Наш резк Если они не контролируют Ни одной точки Это гениальный ход, что ли Я не понял Просто немножечко Давайте попробуем Вот этого молодого человека Слить Плюс еще В чем плюс контроль Вражеского респа То что вы игнорируете Нулевой начальный урон Противника Который по идее Будет у вас На постоянной основе Вылетать Если же Вы играете Не на хорьке Поэтому Еще выгоднее Становится контролировать Вражеский респ Когда у вас есть Увердрайв на хорьке Ну а С данной пушкой Как вы видите Это получается Довольно таки Неплохо С 16.3 Мы уже ведем Хоть катка начиналась Изначально Не в нашу Пользу Но сейчас уже Довольно неплохо Все пошло У нас Хоре пулемет Меня начинает Обгонять по опыту Но вот Заодно и посмотрим Что у нас Лучше смотрится Пулеметик Все же С этим Нагибаторским устройством С которым мы всегда Я понимаю У вас Так и лежит Хорошо Забираем его Ну и я так понимаю Что наш тиммейт Уже Данную точку Должен Определенно забирать А он Овер прожал Ну ладно Хорек Рискнул Своим Овердрайвом Оставшись Без аптечки Ради того Чтобы просто Сбить меня Овер Ну в принципе Гениальный ход Если честно Но ладно Не будем на этом Акцентировать Своё внимание Пытаемся просто Накидывать Как можно больше Дамедж Отлично Два танка забил Ну и можно Точку теперь Тоже Забирать Надеюсь что Получится еще и урон Немножко понаносить Рикошет Там до меня Особо не должен По идее Дотягивать А вот Самокасов Пушка Это уже Беда Проблема Это очень Большая проблема Хорошо Накидочка Пошла Остался там Сашок На не таком Большом количестве Здоровья И катку Мы завершаем Досрочно Все же меня Вулкан Превзошел Немножко по опыту Но в общем и целом Я скажу Что результат Меня вполне устраивает И скажу Что данное Устройство Не является Таким уж плохим Как я думал Изначально Его можно использовать И конкурировать С такими же устройствами Как слагерь Как дыхание дракона Только Есть определенные Свои нюансы По использованию Данного устройства Если же Нет резиста То и у вас Например Маленькая карта То Данное устройство Будет Намного Эффективнее В матчмейкинге На харьке Нежели Устройство Например Слагеря Да Ой Не слагеря Получается Если у нас Резистов Нету То лучше Использовать данное устройство Нежели Слагерь Если резисты Есть То все же Конечно Предпочтение Отдается Дыханию Дракона Потому что За счет Устройства На поджог Ну то есть Молд с поджогом Можно поджигать Вражеские танки И соответственно Получать Дополнительный опыт Именно Поджигая Нежели Нанося Урон По Резисту Да То есть Нам будет Это более Выгодно Ну а так На маленьких Картах С питью Снарядами Как мне Показалось На протяжении Двух Данных Каточек Устройство Себя Показало Просто великолепно Поэтому друзья Если вы Играете На данной Пушке То я бы На вашем месте Обратил Внимание На это Замечательное Устройство И возможно Таки Либо покатал На нем Если оно у вас Умеется Либо же Прикупил его Да Если вы Прям жесткий Фанат молота И вам понравилось И вы Услышали Те должные слова Как его лучше Использовать Возьмите Если есть возможность Протестируйте Поиграйте Я думаю Что вам Все это дело Конечно же Понравится У меня друзья На этом все Кто еще не поставил Друзья На данном Видеоролик лайк Если поставить Мне будет очень приятно Не забывайте Подписываться на канал Не забывайте Нажимать на колокольчик Дабы ничего не пропускать Ну и не забывайте Про стримы Которые у нас В 10 часов вечера Ежедневно На канале Именно Приходите Буду вас ждать Ну а с вами был Мистер Ванька Всем удачи И всем пока